Всем большой привет! На ремонте у меня небольшая материнская плата для компьютера MCI H510 Pro Wi-Fi. Плата совсем новая, на сокете 1200 для современных процессоров 11-го поколения Intel. Принес ее клиент и сообщил, что после вытаскивания накопителя M.2 плата больше не включалась. Отнес он ее в сервисный центр, где ему отказали в гарантийном ремонте из-за механического повреждения где-то на плате. Где именно мне неизвестно, но если вынимали накопитель, то возможно где-то в районе винта крепления. Осмотрел плату и нашел место, похожее на механическое повреждение. Оно находится внизу платы, возле одного из крепежных отверстий, причем с обратной стороны платы. Фотографировал с неполяризованного микроскопа, поэтому немного виднеются места отколотых СМД компонентов. Видимо притянули плату так, что содрали эти компоненты. Вот вам и монтаж с обратной стороны платы в угоду компактности. Схемы или бордвью на момент ремонта естественно нет, плата продается в магазинах и совсем свежая. Поэтому будем пытаться восстанавливать ее, руководствуясь только чутьем и опытом. Судя по всему здесь стояли какие-то резисторы, так как вокруг этих оторванных элементов везде резисторы. Дорожки расходятся куда-то вглубь платы. Вызванивать куда идут это нереально, особенно при такой компактной плате. Я выпавил два донорских резистора, один из них на 300 Ом, другой на 3 кОм и просто запаял их в рандомном порядке. Собрал материнскую плату в таком виде и пробую ее включить, замыкая ножки Power On. Но плата никак на это не реагирует, хотя 3,3 вольта на ножках Power On есть. Взял мультиметр, пощупал контакты, на которых сидят отсутствующие резисторы, и один из них оказался на земле, второй уже имел какое-то сопротивление. Сразу появилась мысль, что это делитель напряжения, выглядящий схематично так. Один из его резисторов посажен на землю. Я не могу утверждать, что это именно делитель, так как схемы нет. На это место я поставил резистор 330 Ом, что для делителя очень мало, поэтому решил эти резисторы перекинуть местами, где стояло 330 Ом, туда 3 кОм и так далее. После чего попробовал запустить плату снова, и да, она ответила запуском и выводом картинки. Отлично, плата хотя бы заработала и дала картинку. Поставив тестовый диск, убедился, что ошибок на плате нет, бенчмарки проходят и проблем не возникает. Какие именно цепи были повреждены, за что они отвечали, правильно ли я подобрал элементы, на эти вопросы ответов нет. В конечном итоге имеем только рабочую плату. Спасибо, что посмотрели этот ролик, не забывайте подписываться, ставьте лайки, комментируйте и следите за новыми видео, впереди еще много интересного. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok